Уважаемые коллеги, ещё раз добрый день. Позвольте всех вас поприветствовать сердечно в более широком составе. Мы сейчас с лидерами государств поговорили достаточно подробно о всех направлениях нашего взаимодействия, всех направлениях сотрудничества, договорились о порядке ведения. И я приветствую вас всех в Сочи, с удовольствием передаю слово президенту Таджикистана Емоли Шариповичу Рахмону в связи с тем, что Таджикистан с 1 января 2018 года принимает председательство, а затем слово президенту Туркменистана, который в следующем году, в 2019-м, примет председательство. Пожалуйста, Емоли Шарипович, прошу вас. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, прежде всего, хотел бы выразить нашу признательность российской стороне и президенту Владимиру Владимировичу Путину за теплые гостеприимства и высокий уровень организации саммита. Повестка дня нашего заседания охватывает насущие вопросы, и мы одобряем принятые соответствующие решения по ним. Выражаю нашу признательность за поддержку решения о переходе председательства в Содружестве Республики Таджикистан. Нам и разработана концепция председательства Таджикистана и план его реализации. Приоритеты нашего председательства будут нацелены на обеспечение преемственности в Содружестве и укрепление достигнутых до сегодняшнего дня результатов. В сфере экономического взаимодействия усилия будут направлены на выполнение плана мероприятий по реализации третьего этапа стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. В области энергетики приоритетной задачей станет наращивание усилий по активизации сотрудничества в области энергосберегающей технологии, восстановлению параллельной работы энергетической системы государств-участников СНГ. Наряду с этим мы намерены продвигать сотрудничество в основании возобновляемых источников энергии. В области транспорта особое внимание будет уделяться вопросам реализации приоритетных направлений сотрудничества государств-участников СНГ в этой сфере на период до 2020 года. Считаем необходимым вывести на качественный новый уровень взаимодействия наших стран в сфере транзитогрузов, автомобильных и железнодорожных перевозок. В области сельского хозяйства первостепенные значения будут продаваться мероприятиям, нацеленным на продвижение вопросов продовольственной безопасности. Для укрепления сотрудничества в агропромышленном комплексе важно уделять внимание вопросам логистики и реализации проектов по применению инновационного решения в его различных областях. Одной из важных задач является развитие сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений и иммиграции. В гуманитарной сфере усилия будут направлены на координацию действий в области науки и образования, культуры, здравоохранения и информации. Считаем важным нацеленным качественным новым содержанием работы с молодежью, развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта, расширения туристических связей. Соответствующим вниманием будет уделено реализация межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года. В сфере экологии и защиты окружающей среды будет продолжена работа по разработке соответствующих документов и программ, направленных на оздоровление окружающей среды и предупреждение червячайной ситуации. Считаем актуальным дальнейшее углубление сотрудничества в области преодоления последствий червячайной ситуации природного и техногенного характера. Вопросы об освещении безопасности и стабильности останутся приоритетными в период председательства Таджикистана. Мы будем всячески содействовать практической реализации принятых в рамках Содружественных решений и программных документов по борьбе с глобальными угрозами и вызовами. Это терроризм, экстремизм, контрабанды наркотиков и другие вели транснациональной организованной преступности. В области совершенствования деятельности органов СНГ работа будет продолжена на основе общего положения об органах отрестового сотрудничества СНГ и реализации решений Совета глав государств об адаптации СНГ к современным реалиям. По указанным направлениям мы намерены работать тесно взаимодействовать с государственными участниками и с полкомами СНГ и выражая надежность, что наши совместные усилия будут способствовать укреплению многопланной связи между нашими странами в формате Содружества. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Пожалуйста, Груммель Эмили Кулиевич, Бердаму Хамидов, президент Туркменистана. Спасибо большое. Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации, позвольте выразить признательность президента Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в заседании глав государств СНГ и оказанное гостеприимство. Как известно, в ходе нынешней встречи рассмотрена очень нами важная тема, и поэтому, в первую очередь, хотел бы несколько слов сказать о нашем взаимодействии в политической сфере. Мы с уважением относимся к сотрудничеству с государством СНГ, считаем его наиболее значимой составляющей внешней связи всех стран Содружества. И вместе с тем считаю телесообразным обратить особое внимание на повышение уровня взаимного доверия между нашими странами. И в этой связи необходимо усилить политико-дипломатическое взаимодействие, используя при этом большой ресурсный потенциал внешнеполитических ведомств государств СНГ. Именно системные и регулярные межвидовские консультации могли бы стать серьезным инструментом в решении ряда накопившихся вопросов на пространстве Содружества. Кроме того, безусловно, следует повысить уровень сотрудничества и рампов крупных международных организаций, как ООН, ОБСЕ. И надо попытаться объединить усилия государств СНГ и авторитетных международных структур, как для достижения целей, стоящих сегодня в международной повестке дня. И при этом следует иметь в виду, что сотрудничество есть. Это большой опыт участия в деятельности глобальных и региональных организаций. К примеру, нельзя забывать о том, что СНГ является официальным партнером ООН, а также достаточно активно и участвует в работе, как ОБСЕ, ШОС и других международных объединений и форматов. С учетом сказанного, считаю правильным поручить Министерствам иностранных дел наших государств разработать среднесрочную программу действий на цели на активизацию партнерства и политико-дипломатической области. Следующий очень важный момент – это, конечно, конкретизация работы на торгово-экономическом направлении. И здесь я хотел бы отметить, что СНГ и с его огромным потенциалом необходимо более активно и полноценно интегрироваться в мирохозяйственные связи в качестве пространства, на котором осуществляются как раз-таки транспортные и энергетические проекты. Создается современная инфраструктура коммуникаций, логистических центров и межрегионального значения. Считаю, что пора предпринимать реальные шаги и в этом направлении. Уверен, что это отвечает к нашим общим интересам, так и интересам каждой страны в отдельности. Безусловно, для выполнения такой задачи, конечно, потребуется разработка новых подходов к совместной деятельности. И в этом плане, опираясь на накопленный в СНГ многолетний опыт взаимодействия в сфере экономики, мы могли бы рассмотреть возможности создания эффективных механизмов партнерства, позволяющих нам не только развивать экономические связи в рамках сотрудничества, но и вывести их на уже континентальный уровень, то есть на межконтинентальный уровень. И убежден, что вот такой подход дополнит те формы экономического сотрудничества, которые уже сложились и функционируют между государствами сотрудничества. В целом, хочу подчеркнуть, что Туркместан, с учетом своего нейтрального статуса и ассоциированного члена в СНГ, твердо привяжен к дальнейшему взаимодействию в рамках сотрудничества, участию в взаимовыгодных политических, торгово-экономических, культурных и гуманитарных связях, укрепление сотрудничества, отвечающих интересам наших народов и государств. Выражаю высокую признательность Российской Федерации за эффективную деятельность в качестве страны-председателя СНГ в нынешнем году и с большим уважением поддерживаем кандидатуру Таджикистана на этот пост в 2008 году. Также с большим уважением мы благодарим исполнительный комитет за поддержание Туркместана в сопредседательности в 2018 году. Еще раз позвольте поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за ваше гостеприимство. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Мы договорились также предоставить слово Валентине Ивановне Матвеенко по вопросу о совершенствовании деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ и ее адаптации к современным реалиям. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, главы делегаций. Прежде всего я хочу поблагодарить вас за предоставленную мне возможность выступить сегодня с информацией о деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ и ее адаптации к современным реалиям. Межпарламентская ассамблея ведет постоянный поиск путей как можно более эффективного, использованных наших парламентских правовых, политических инструментов, которыми располагает Межпарламентская ассамблея для законодательного обеспечения решения задач, которые стоят перед содружеством, отстаивания наших общих интересов на международной арене. Ключевое значение для углубления сотрудничества в рамках СНГ в экономической и гуманитарных сферах имеет совершенствование, главное, гармонизация национальных законодательств посредством подготовки и принятия модельных законов. За 25 лет работы МПА СНГ приняло более 380 таких актов, кодексов, только в этом году мы их приняли 14. В этой работе участвуют депутаты всех парламентов, эксперты, ученые страны СНГ. Она востребована государствами. Большинство модельных законов, либо полностью, либо частично имплементированных в национальное законодательство, мы ведем постоянный мониторинг. Мы также направляем усилия на то, чтобы как можно полнее и точнее отразить модельным законодательствам новые реалии при максимальном учете общепризнанных международных правовых норм. Важная миссия Ассамблеи – парламентское обеспечение и выполнение решений высших органов СНГ, Совета глав государств и Совета глав правительств. В первую очередь, реализация межгосударственных программ. За период 2011-2016 года МПА СНГ участвовала в выполнении 16 таких программ. Документы, разработанные МПА, легли также в основу 27 действующих договоров и соглашений в рамках СНГ. Мы видим пути дальнейшего совершенствования данного направления нашей деятельности, работаем над их реализацией. Большой резонанс в международном сообществе получила деятельность МПА по мониторингу выборов президента, парламента в странах Содружества. На протяжении десятилетий главным в оценке степени демократичности выборов в суверенных государствах выступало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, так называемый БДИЧ. Политизированный характер оценок БДИЧ, его приверженность двойным стандартам всем нам хорошо известна. Действуя последовательно, наступательно, активная МПА подорвала монополию БДИЧ и его роль верховного арбитра, в кавычках, конечно же, в этой важнейшей сфере она утратила. С нашими объективными правовыми оценками, выводами, касающимися итогов выборов, считаются в международном сообществе. Мы наладили взаимодействие в этой сфере с партнерами, коллегами в рамках других международных парламентских структур. Будем столь же активно действовать в части мониторинга выборов и дальше. Адаптация к новым реалиям невозможна без встраивания в систему международных институтов. Считаю, мы много здесь сделали. Сегодня Межпарламентская ассамблея признанная и авторитетная международная организация. Мы сотрудничаем с Организацией объединенных наций и ее структурами, с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, Парламентской ассамблеей Совета Европы, другими международными организациями. Мы являемся ассоциированным членом Межпарламентского союза. Всего заключено свыше 70 договоров о сотрудничестве. Это отнюдь не декларация о намерениях. Ассамблея ведет большую реальную конкретную работу, участвуя в международных парламентских форумах. Мы доносим подходы, видение Содружества по самым разным вопросам, вносим конкретные предложения, резолюции по решению острых проблем, новых вызов и угроз. В случае необходимости защищаем от несправедливых нападок, ангажированных оценок государства СНГ и консолидируем здесь наши усилия. В штаб-квартире МПА совместно с нашими зарубежными партнерами мы проводим важные международные мероприятия. Крупным событием текущего года стала парламентская конференция по борьбе с международным терроризмом. В ней приняли участие делегации парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ и, конечно же, страны СНГ. Большой отклик получила 14-я европейская конференция органов администрирования выборов, проведённая нашей ассамблеей совместно с Венецианской комиссией Совета Европы и Центральной избирательной комиссией России. Динамично развивается гуманитарное сотрудничество. Уже известным признанным в мире стал Международный экологический форум, который проводится в Межпарламентской ассамблее, Евразийский женский форум. Мы создали за это время молодёжную ассамблею СНГ, которая также очень активно начала работать. Всё это свидетельство роста интереса к МПА в мире укреплений и её авторитет. Это также показатель того, что деятельность кооперации с международными институтами, их структурами приобретает в современных условиях особенно большое значение в плане продвижения общих интересов совместных позиций СНГ в международном сообществе. Мы будем усиливать данное направление. Через три дня, 14 октября, в Санкт-Петербурге в Табрическом дворце в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи начнёт работу 137-я ассамблея Межпарламентского союза старейшей крупнейшей международной парламентской организации. Она объединяет парламенты 173 государств и 11 международных парламентских организаций. Участие в форуме уже подтвердили парламентарии 154 государств. К настоящему времени зарегистрировано почти две с половиной тысяч участников. Около ста национальных делегаций возглавляют председатели парламентов. Тем самым 137-я ассамблея МПС обещает стать самой представительной и рекордной за всю историю этой организации как по числу участвующих парламентов, так и по уровню представительства. МПА примет в ассамблеи самое активное участие. Наша делегация ставит целью всемирно содействовать тому, чтобы предстоящий форум содействовал восстановлению атмосферы дружбы, взаимопонимания, сотрудничества в международных отношениях. И, конечно же, уважаемые главы государств, не могу не сказать ещё об одном. Межпарламентская ассамблея и штаб-квартира в Таврическом дворце стала местом общения парламентариев стран СНГ, обмена опытом, изучение друг друга. Мы дважды в год встречаемся с председателями парламентов стран СНГ, дважды в год встречаемся в МПА. У нас есть возможность обсудить общие проблемы, договориться. И просто мы также дружим все вместе, что помогает в нашей работе, как и главы государства СНГ. И сегодня представить, что такой площадки для общения парламентариев стран СНГ не будет, это, конечно, было бы огромной-огромной потерей. В завершение своего выступления хочу отметить, что за четверть века своей истории Межпарламентская ассамблея продемонстрировала способность успешно адаптироваться к меняющимся реалиям, идти в ногу со временем. Вместе с тем мы видим, что в нашей работе есть что улучшать, совершенствовать на основе накопленного опыта равноправного конструктивного взаимодействия и сотрудничества. Будем благодарны Совету глав государств за рекомендации, советы, предложения по повышению эффективности деятельности Межпарламентской ассамблеи. Мы обязательно учтём их в своей работе. Хочу отдельно благодарить глубоко уважаемого президента Туркменистана за приглашение провести одну из ассамблей, Межпарламентской ассамблей, одну из сессий в Туркменистане. Мы благодарны вам и с удовольствием это сделаем. Готовы и далее активно содействовать достижению целей, решению задач, которые ставят государство, содружество и главы государств. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Уважаемые коллеги, перед тем, как перейти к подписанию документов, хотел бы отметить, что все они происходят из того, что мы продолжаем активный, очень конструктивный политический диалог, продвигаем региональную интеграцию, расширяем взаимодействие в сфере безопасности и в экономике, в культурно-гуманитарной области. На заседаниях Главсовета Главгосударств первостепенное внимание, как обычно, уделяем экономике. В этой связи хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объём взаимного товарооборота, и он достиг 75 миллиардов долларов. Чтобы обеспечить дальнейший устойчивый рост товарообмена, нужно и далее совершенствовать режим свободной торговли и содружествия, последовательно устранять барьеры на пути движения товаров и услуг, упрощать таможенные процедуры, в том числе за счёт взаимодействия с Евразийской экономической комиссии. С учётом того, что этот год был объявлен в Содружестве годом семьи, мы примем сегодня и совместное заявление в поддержку традиционных семейных ценностей. Данный документ открыт для присоединения и других стран мира, разделяющих зафиксированные в нём принципы. В культурно-гуманитарной сфере продолжим практику проведения тематических годов в Содружестве. Подготовлены решения об объявлении 2019 года годом книги, а 2020 год, как мы сейчас говорили в узком составе, посвятим 75-летию Поведы в Великой Отечественной войне. Нужно достойно отметить эту особую для народов наших стран дату. Важно, что государства Содружества придерживаются близких позиций и по ключевым глобальным и региональным проблемам. Выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при ключевой роли ООН. И, безусловно, хотел бы пожелать успехов руководству Таджикистана в ответственной работе по председательству ФСНГ. И, Малей Шарипович, мы всегда в Вашем распоряжении готовы, как сопредседатели России, с одной стороны Туркменистан, с другой стороны, сопровождать эту работу и оказывать всяческое содействие. Благодарю Вас за внимание. Давайте приступим к подписанию документов. Продолжение следует... Уважаемые коллеги, подписание документов закончено. Я хочу всех поблагодарить, выразить надежду на то, что мы продолжим работу в таком же позитивном ключе. Сергей Николаевич, делегируем для общения с прессой, а Вас приглашаю на протокольные мероприятия. Спасибо.